Осенью 2020 года по традиции начинаются всероссийские беловские чтения Белов, Вологда, Россия. Этот форум, он, конечно, имеет свои особенности. С одной стороны, он привлекает очень широкие круги почитателей таланта литературного наследия Василия Ивановича Белова. И, кроме того, очень разнообразные категории населения, как молодежь, так и людей более старшего поколения. Кроме того, в этом форуме очень активно участвуют различные учреждения. Это учреждения культуры, учреждения образования, учреждения науки. С 2020 года всероссийские беловские чтения получают статус областных. То есть, организация их проводится уже на уровне области. Организаторами чтений являются правительство Вологодской области, администрация города Вологды и Вологодский государственный университет. Более 70 тысяч почитателей таланта Василия Ивановича Белова за эти годы, а эти чтения уже седьмые, с 2014 года они проводятся, смогли принять участие в мероприятиях беловских чтений. Мероприятия, программы очень обширные, разнообразные. И формат их каждый год меняется. И, конечно, в 2020 году есть свои особенности. Эпидемиологическая ситуация диктует свои условия. И мероприятие беловских чтений принято решение было Оргкомитетом проводить в дистанционном режиме. Поэтому основные мероприятия будут транслироваться на портале «Культура Вологодской области», «Культ.Инфо». Но я уверена, что это только расширит число участников мероприятий наших чтений. Ну, я бесконечно благодарна Балакжанам, благодарна очень администрации области, города, департаментам культуры. Седьмой раз уже проводится чтение, а у нас литература сейчас как-то немножко на обочине. И я просто восхищена. Восхищена Вологжанами памятью о том, что они берегут память Василия Ивановича, берегут его наследие. Белов, наверное, актуален для сегодняшнего дня, потому что сейчас очень быстро развивается технология. Когда развивается технология, немножко уходит сердечность, уходит какая-то доброта, даже как это ни странно. И я думаю, то, что он написал в своих произведениях о доброте, о милосердии, о единении людей, все это звучит очень злободневно. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок